всем привет кто сказал что зима не время дрэк рейсинга но пока у нас еще есть полноприводные тачки значит гонки будут встречаем что за машины самый заядлый гонщик приезжает у нас на этой красавице mazda cx 5 2017 года выпуск 20 литра шестиступенчатая коробка автоват вес машины тонна 620 она на 17 колесах у нас на зимних что еще по мощности 194 силы крутящий момент вот на этой гонке я заострю внимание 257 крутящий момент у этого мотора какие плюсы минус я хочу уделить внимание и всегда уделяю внимание коробки передач здесь она шестиступенчатый гидротрансформатор и этот наверное один из лучших в бюджетных машинах гидротрансформатор потому что он реально очень круто переключает то есть у меня к нему только похвала до 180 эта машина реально едет очень хорошо многие заявляют что на этом машине 195 по моему ограничение по заводу нет там просто случается 5 передачи машине она длинная становится хуже ехать но до 180 эта машина выстреливает очень хорошо и этот мотор приемист соперник очень грозный соперник бмв x3 в кузове f25 2 литра турбо дизель 184 лошадиных силы крутящий 380 на 120 крутящий больше как сказал один великий человек мощность продает машины крутящий момент побеждает в гонках здесь он стоит четырехцилиндровый турбо дизель и дизель от бмв как мы знаем из предыдущих гонках едет очень круто восьмиступенчатый гидротрансформатор 8 передач снова у нас плюс есть возможность больше поддерживать полку крутящего момента по весу вес машина до бмв у нас сюда тяжелый тонна 800 то есть машина тяжелее в общем сказать что по дизайну но обычный бмв x3 в f25 он вышел поинтереснее реально предыдущего кузова по колесам они у нас оба 17 теперь заезд заездом по асфальту мы по-любому катнемся мне очень интересно у нас сейчас машина обе кстати резин одинаковые на машинах вот это вообще круто старт по снегу то есть здесь самое главное будет не на 400 метров а поедем метров на 100 нам увидеть как на машинах работа система полного привода якобы mazda заявляет что здесь постоянно то есть момент передается на все четыре колеса но в большей части здесь момент больше на передке есть там пробуксовка он больше кидает назад здесь система хваленой x-drive от бмв постоянно большую часть момента он кидает назад а при пробуксовки то есть машина больше для дрифта гнаш она чувствуется как задний привод на у нее повадки задний привод теперь мы сделаем два заезда один заезд со включен системы стабилизации 2 будет у нас заезд без то есть отключим полную систему стабилизации и посмотрим какая система полного привода к этой тачке у нас окажется быстрее в драг-рейсинге по снегу ну Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, мне кажется, так он отстает. Продолжение следует... Так отстает... 180... 180... 190, все... Готов! Завершим обе машины. Вторая передача, и МАЗ начинает сразу решать. Скорость у нас 120, корпуса полтора уже везем. Итак, мы продолжаем уходить. Продолжаем. 160. Скорость 160. Все. Готовим машину вручную. Чем больше скорости... Чем мы с большей скоростью уезжаем, там... Мы скондиционировали. Мы опять забыли выключить кондюк. Обалдеть. Ну, скорость вот, смотрите. А теперь сейчас вы смотрите отставание. Ну, и все, там е-бом. Корпусов в 19. Сигнал. Ну, она отзывчивая, видишь, атмосфера, да, идет на педаль. Прям речь, старт. Скорость 120, 130, но корпуса 2. В камере почему-то больше кажется. Ну, 3 сейчас она везет. Скорость 150, 160. Она так продолжает отрываться. Смысла нет. Да, она не дает жизни иксу. Мазда сейчас забуксовала, а икс прям неплохо. Неплохо икс стартанул с двух педалей. Я прям нажал, а Мазда вообще рыла. Я так и понял. Давай. Готов? Опа, хороший старт. Полкорпуса везем на скорости 90, 100. Сравнялись почти уже, все. Сейчас начинает маточка уходить от нас. Вот третья ее коронная передача. 130, 140, 150. Блин, хорошо она уезжает. В иксо старт прям неплохо. Вот видишь, все равно на дальняк дизель не везет ее. 170, все, она бросит. Сигналь. Сигналь ты. Хороший старт на иксу, блин. С двух педалей он едет хорошо. Вот реально. Скорость 100. Полкорпуса Мазда везем. 110, 120, 130, прям уверенно нагоняет. 140, у нее сейчас третья передача, сейчас четвертая у нее по-любому. 150, интересно. Но Мазда все равно уезжает, уезжает она. 160, 170, 180, все. 190, по 200, попробуем, давай проехал. С 80, вручной режим. Надо на себя приключать, да. Так, догоняй. Догоняй. Пошел. Надо на задержку, я же приключаю, наверное, сильно. 150, 160, 170, 180, в хвост стоит, Мазда уходит. Корпусов, блин, ну на камеру очень много. Вот ты думаешь, что корпусов 5, а по камере... Корпусов 10, 190, нет, нет шансов против Мазда. Хода вообще нет, да, вот. С места их сможет, а ходом шансов нет. Так, едем с одной педали, просто... Да я знаю. Ну, может, мы полевее, ты к нам чуть полевее. Да ладно, не надо. Керснем это. Как едем, отключились все? Мы отключили стабилизацию. Просто с одной педали. Поехали. Раз, два, три. Ты так нехорошо слышишь, поехали. Блин. Стоп, стоп. Слышь, ни х*** себе. У X лучше работает стабилизация. Мы ехали по каше. Вообще, а Мазда, то есть у нее даже лучше было. Мы ехали по каше. Заезды окончены. Ну, по видео, в принципе, было все понятно. Мне очень, кстати, был интересен заезд по снегу, как мы сегодня катались. И, честно, я не ожидал, но система X-Drive, если мы едем, получается, все включено у нас в ESP, мы ехали заезд в драйве просто, то Мазда вырывает. И вырывало там где-то полкорпуса, вот на участке там 30-40 метров. Если мы отключили полностью вообще все, на спорт-режиме Мазда, короче, упирается постоянно в свастечку, едет на первое, и X этим пользуется и уезжает. И в конце, вот самый последний мы заезд сделали, получилось как. Мы стоим прямо на снегу, Мазда, получается, ну, тоже скользкий асфальт был, но X уехал. Вот что меня удивляет. То есть как-то получше, когда он развязан полностью. И вот мы пробовали здесь пятаки нарезать, он больше позволяет ехать боком, чем Мазда. Она все равно даже с полностью выключена система стабилизации, ее чуть осаживает. Вот стараются ее притормозить. По поводу заездов. Если мы едем с места просто газ в пол, Мазда уезжает с места, на 100 уже корпус, я, в принципе, и думал, а дальше вообще уезжает. Кстати, почему не решает момент? Вот объясните мне. Все говорят, момент решает. Вот уже второй раз против этой Мазды момент не решает. Удивляет меня, честно, очень. Дальше ходом у BMW никаких позиций шансов нет. Ни вручном, никак. То есть если там уже скорость 190, корпусов, мне кажется, 5-6, на видео передается как корпусов 10. То есть вот так реально это передается. Дальше что? Последний заезд по снегу. То есть, а, какой последний заезд? Самое главное было с двух педалей, когда мы все-таки уговорили владельца BMW поехать с двух педалей. При равном старте с надутой турбиной до 100. Либо мы едем, уже равняемся, то есть Мазда догоняет нас к 100, либо чуть-чуть BMW даже на 100 едет корпус. То есть вот это единственный момент, когда есть возможность вырваться. Но мне кажется, все-таки Мазда буксовал, даже прям дымок из-под резины шел. А в общем и в целом мне заезд очень понравился. Мазда сегодня тащит, то есть реально она очень часто у нас тащит этот мотор Skyactiv, меня удивляет. Очень классный мотор. Будем смотреть, что у нас будет 2.5 турбо, но момент сегодня не решил. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok